Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Я в порядке Как был убит господин Ишутин? Зарезан в борделе Антон Андреич, разболтали уже Я? И когда вы все успеваете Так это ж Ишутин убит? Да Господи Мы же встречались иногда Офицеры нашей роты Те, что на фотографии Они родом из нашей Губернии Многие же были знакомы Еще до войны Так что ж произошло на войне? Ну, на войне много чего случается Ну, жив? Куда? Пустяки, в плечо на вылет А я иду Смотрю полицию Говорят стреляли, ну стреляли же Говорил я тебе Надо было в полицию идти сразу И вся эта история Петр А что за история? Это Это пустяки Не имеет отношения Виктор Иванович Вы как юрист Должны понимать Что Скрывая некоторые факты Вы мешаете следствию Ну, хорошо Я не думал, что это недоразумение Маша Да А и ты, Анна Я Я прошу вас Оставьте нас Военные Воспоминания Не для женских ушей Наш батальон В основном был сформирован из жителей нашей губернии Однажды в Сербии мы попали в засаду А ведь именно об этом предупреждал нас Садковский Но Тогда ему никто не поверил Более того, я обвинил его в бегстве из дозора А он оказался прав одним словом В той засаде погибли все Кроме нас четверых Как вы говорите, его звали? Поручик Садковский Так может это он мстит через столько лет? Мстить он никак не может Он погиб в той засаде Наш поединок не был окончен рядом Разорвалась граната и нас разметало в разные стороны Бэ Больше я его не видел Ваше высокоплагородие Вот Нашли Немецкая работа Ягдмейстер охотничий Я думаю Это изделие произведено на фабрике Брокхен Я и не знал, Петр Иванович, что вы Специалист по холодному оружию А я Яков Платоныч К вашему сведению Год работал в Марселе В портовых кабаках Метателем ножи Вот как Ну а вот я думаю нож новый Сталь, мореный дуб Вручная работа Изготовлена где-нибудь в Туле Ошибаетесь Да нет, здесь просто возле гарды написано Егор Самсонов В Туле Хорошая Копия немецкой работы Научились Впечатляет Антон Андреич, нужно будет выяснить, где продаются ножи Егора Самсонова и кто их в последнее время покупал Будет сделано Только это ничего не даст Эти ножи продаются в каждом оружейном магазине Но проверить не помешает Виктор Иванович, вам советую в ближайшее время из дома не выходить Выздоравливайте Честь имею, господа Яков Платоныч Вы видели, что убийца был в шинели? Разумеется Как и в моем видении А днем я видела шармальщика точно в такой же шинели и фуражке Да верно, я тоже его видел на площади, так он всегда там стоит Задержите его Только потому, что он в шинели, так это нам придется полгорода арестовать Но ведь тот, кто стрелял, был в шинели Это же след Ну хорошо, я буду иметь это в виду А вас попрошу более инициативы не проявлять и оставаться по возможности дома Доброй ночи Доброй ночи Доброй ночи Я бы советовал вам приобрести вот этот прекрасный револьвер системы Смит и Вессен Последнее слово в огнестрельной науке центрального боя с экстрактором Бьет на шестьсот шагов Последняя нынче модная система Да нет, я… В таком случае, позвольте мне предложить, он будет дешевле Тоже прекрасный револьвер Ле Фуше Стоит всего восемнадцать рублей Дело в том, что мне не нужен револьвер Ружье И ружье мне ни к чему, я из полиции Так бы сразу и сказали, и не морочили бы людям голову Что вы можете сказать об этом ноже? Вы хотите знать мнение профессионала? Или же узнать, кто приобрел этот нож? Вижу в вас умного человека Конечно, я хотел бы знать, кто его приобрел Что ж, это тульский нож Мастерская Самсонова выпускает с десяток вариантов охотничьих ножей Угу Но бывают индивидуальные заказы Так Этот, к сожалению, не из таких Да, действительно, очень жаль Ну что ж, благодарю вас за консультацию Стой! Полиция! Стой! Тебе говорят! Городовые! Доброе утро! Как вы себя чувствуете? Не беспокойся! Не беспокойся! У меня все хорошо! Пап, а вы уверены, что Садковский погиб? Анна, мама запретила тебе интересоваться этим делом Папа, речь идет о вашей жизни Вы видели тело? Видишь ли… Видели или нет? Нет, не видел Но говорили… А где хранятся сведения погибших? В военном министерстве, я полагаю, в архиве Понятно Просто я думаю, что Садковский стрелявший в вас и шарманщик это одно и то же лицо Пап, мне кажется, что вы что-то скрываете от меня И что бы это ни было, я должна знать Прошу прощения, Виктор Иванович Ваша корреспондент Спасибо, голубчик Убийца в шинели Дух погибшего офицера мстит своим обидчиком через десять лет Полиция никогда не выяснит, что произошло Думает он всякую дребедень Люди дремучие верят Дядя, я никак не могу понять Этого Садковского нет среди мертвых Но нет среди живых Так иногда бывает, Аннет Может быть ты что-то неправильно сделала Да все я правильно сделала, а он не пришел Кто ж тогда этот шарманщик Многое зависит от условий, в которых Дух находится Бывают обстоятельства, когда Он просто не может явиться Я просто спросила Мертвый ты или спящий И человек на фотографии с опущенной головой Поднял ее и посмотрел на меня Так это же… Это же и есть контакт Это и есть общение И связь Так это что получается, что… Что Дух явился? Садковский жив Яков Латонович Заводи Вот он Супостат Фигурой похож, шинель вроде та Фуражку сними Имя, фамилия Василий Коржов Род занятий Так… Странник я Бродяга Отвечай, где взял шинель Офицерскую фуражку, ну? Это… Барыня одна пожаловали По доброте А теперь рассказывай, как стрелял в адвоката Миронова Как остальных людей убивал Я не… Ваше благородие Не мямли, давай, ну? Ваше благородие! Ваше благородие! Не убивал! Не убивал! Что же вы пугаете, Антон Андреич? Так он нам ничего не скажет? Не убивал Не убивал Ну говори Нож Твой? Не мой Не мой Не мой нож Не мой Мой в сапоге А ну-ка достань, Антон Андреич Уймись Не убивал Нож в сапоге Стало быть, есть нож Этот 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 мой А такой На что мне такой нож купить-то? Едва денег-то на хлебушек хватат Ваши собраги Не виноваты я Войдите Ваша зуб благородие К вам госпожа Миронова Пусть войдет Пойдите Яков Платоныч, я по очень важному делаю Это шармайщик? Позвольте Анна Викторовна, что вы делаете? Не виноваты У него нет шрама на руке Какого шрама? У человека, стрелявшего в моего отца На тыльной стороне ладони был шрам Как от сапли А у него нет И что это значит по-вашему? Это не Садковский Ну да, на поручика он точно не похож Не виноватый я Не виноватый я Отпустите его, Антон Андреевич Как? На все четыре стороны А что это вы про Садковского? При чем здесь Садковский? А что это вы про Садковского? При чем здесь Садковский? Здравствуй Здравствуй Трогай Что нового? У Штольма надо сгоняться с Петербурга Не, началось Я узнал его Это одна из шамок Варфоломеева Фамилии не помню, но лично всего известно О чем говорили? Виноват Говорили тихо, вели себя осмотрительно Ничего не удалось расслышать Жаль Хотя и догадываемся, о чем шла речь Не выйти поблизости Нет Это лишнее Заезжай за мной завтра Эй, любезный Отнесешь вычасток Штольман и Яков Платоныч Что это сделано? Лично в руки Всем времен достанусь Лично в руки Значит вы считаете, что Садковский жив? Нет, я конечно не верю вашим странам Вы можете мне не верить, но я видела его руку шрамом Ну что ж, предположим это возможно Неужели это случилось? Вы мне верите? Ну, скажем так, наши мнения в этом вопросе совпадают Более того, я уже отправил запрос в Петербург Числится ли поручик Садковский в списках погибших Или пропавшим без вести Но ведь для этого нужно ехать в Петербург В архив военного министерства Анна Викторовна конец девятнадцатого века На дворе Есть же телеграф Войдите Ваш раз от Болгарути К вам курьер Зовите Яков Платонович, вам записка от дамы От дамы? От какой дамы? По виду из столицы будут Спросила, чтобы лично в руки Ну давай раз лично в руки Чего тебе еще? Ну так это, барин На чай надо? А ты, малый не промах? Тебе дама уже и на чай, и на какао давай А ну-ка дой отсюда, пока я тебя за попрошайничество не привлек Так о чем мы? Можете прочесть, я подожду Да нет, напротив, это подождет Я только прошу вас навести справки о Садковском Не забудьте Милый мой, я прибыла в Затонск Нам надо с тобой обязательно встретиться Жду тебя в ресторации сегодня в полдень Не задерживайся Твоя Энн Славный городишко Боже мой, какая провинция Трудно тебе здесь, мой милый Якоб Здесь не так уж плохо Проще, но чище Послушайте, наш штольмандиалист Не смеши меня Твое место в Петербурге и ты туда вернешься Нина, это должно закончиться А чем ты? Зачем вы здесь? Я заскучилась Ты так холоден Я обещаю, я все исправлю Нужно только немного подождать и ты вернешься в столицу Вы думаете, мне это так важно? А вы намерены оставаться здесь всю жизнь? Не понимаю, зачем вам все эти хлопоты? За тем, что ты мой Ты нужен мне там, в Петербурге Тебе кто-нибудь пишет из наших общих знакомых? Нет Все забыли о тебе Одна я о тебе помню и думаю каждый день Что? Ты мне не веришь? Я хочу, чтобы мы были вместе И добьюсь твоего пригода Боюсь представить, как ты будешь этого добиваться Это заслужило Извини Принимаю безропотно И даже не спрашиваю, кто эта юная особа, с которой ты повсюду появляешься Это совсем не то, что ты думаешь Да Все только и говорят о Штольмане и его верной помощнице Да, она действительно помогает мне иногда, но... Конечно Это же так увлекательно для барышни посещать Мертвецкую вместе со своим кумиром Прекрати Завтра я уезжаю Мы скоро увидимся Пожалуйста, не делай вид, что тебе все равно Что-ли… », – «А вау» … Я Duringитрая Ручка А, я не делаю Ядраю «А вау» Мертвецкие СТУК В ДВЕРЬ Миронов, это ты? Убирайся, мразь! Тебе меня не взять! Слышишь, что кинстыр? СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Миронов, мразь! Ты решил, подонок, выбрать всех. Все из-за того рапорта. Десять лет ты смываешь, свой позор чужой крови не выйдет. Жаль, тебя Садковский тогда на дуэли не… Ты? СТУК В ДВЕРЬ Да, пап, входите. А как ты поняла, что это я стучал? Да, просто мама никогда не стучит. Вы хотите рассказать мне, почему вы тогда дрались с Садковским? Ну, расскажите мне. Ну, что ж тогда между вами произошло? Я позволил себе и ошибся. И оскорбил его. И обвинил его в трусости. Мы тогда были в дозоре. Я, поручик Дубов и поручик Садковский. Внезапно в лесу мы опоролись на такой же разъезд турок. Завязалась перестрелка и… И вдруг мы увидели, что Садковский исчез. Пропал. Нам с Дубовым пришлось отбиваться вдвоем. А когда мы вернулись в лагерь, вдруг увидели поручика Садковского. Он заявил тогда, что якобы заметил основные силы турок и… решил проследить за ними. Однако тогда эта информация не подтвердилась. Обвинил его в трусости, а он… вызвал меня на дуэль. Только потом, когда… мы попали в эту засаду, я… я понял, что он был прав. Я вот все думаю о судьбе этого человека. Так за что же его тогда осудили? Видишь ли, война дурная штука. Кто-то же должен был ответить за тот… бездарный эпизод, ту засаду и проигранный бой. А когда… мы наконец собрались после нашего бегства, мы недосчитались многих погибших. И поручика Садковского тоже… больше из нас никто не видел. Потом нашу часть переформировали, многих отправили в другие подразделения и в другие участки фронта. Вы вините себя? Нет. Просто мне… мне тяжело, я… я понимаю, что был неправ. если Садковский жив, получается, что ваша доля не окончена. вот… Вот, где он прятался. Он знал, что за ним придут. Да. Соседи слышали выстрел, но они поспешили вмешаться. Видели только удаляющуюся фигуру в шинели. Фотография. Зачем-то ее пробили ножом. Прокололи именно Миронова. Да. Интересно, кто это сделал, убийца или Дубов? Нужно убийцы у Миронова ждать. Там все сделано. Охрана на месте. Кроме того, надо разослать описание Садковского во все гостиницы, постоялые дворы на черешке. Жаль, что он фотографии лица не возглядит. Да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Мальчик, беги в полицейский участок. Отнесёшь записку господину Штольману. Только, пожалуйста, скорее. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что угодно, сударыня. А, да тут приятельница моя служит. Не похоже, сударыня, чтобы у вас тут товарки обитали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, любезный, чего только в жизни не бывает. Вам ли не знать? Это верно. Благодарствую. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините, я поговорить пришла. Это дочь адвоката Миронова. Никто не знает, что я здесь. Я сама пришла. Само угодно. Дайте мне пару минут. Мне нужно объясниться. Ну, и я пойду? Сиди. Так как же вы меня нашли-то? Нашла. Это гораздо проще, чем вы думаете. Я пришла просить вас. Не надо этой дуэли. Не убивайте моего отца. Какая драма. Молчи! Так вы дочка Миронова, да? Ходите в шабаску? Нет, благодарю. Я вас слушаю. Пришла телеграмма из Петербурга. Садковский в списках погибших не значится? А значится в списках осужденных военным судом за дезертовство. Приговорен был к лишению всех прав гражданского состояния, к пяти годам каторги, еще пяти поселения. То есть, десять лет. А теперь явился и мстит бывшим товарищам? Да. Ну, за что? Не знаю. Это риторический вопрос. А вот почему в трех случаях убийца встречался лицом к лицу с своей жертвой, а Миронова пытался застрелить из-под тяжка? Не знаю. Яков Платонович. Это тоже риторический вопрос. Войдите. Ваше высокоблагородие. Говорит-ка вам. Заводи. Заводи. Ну, что там у тебя? Что касательно твое лето, дело решенное. Мы будем драться. Все закончится там, где и началось. О причинах я рассказывать не хочу. Это касается только меня и вашего отца. Ну, я прошу вас. Оставьте. Это не обсуждается. Мне кажется, Духов видите? Или что-то в этом роде? Как там? Духов. Мои. Бывшие товарищи. Жестоко. Я скоро к ним присоединюсь. Хоть и не рисуйтесь. Расскажите мне, как там на том свете? Свете. Не знаю. Я там не была. Я так и думал. Впрочем, на вашем месте поступил бы точно так же. В честь имею коньца, мадмуазель Миронова. Вот ведь как. Чисто, как в романе. Света, дорогой сударь, дайте его уйти. Вы как здесь оказались? Как вы здесь оказались? Привели меня. Догадалась я, что Садковский здесь. И хотела задержать его до вашего прихода. Что за безрассудство? Анна Викторовна, слава Богу, что вы живы. Яков Платоныч, я ничем не рисковала. Садковский убивает только своих сослуживцев. У отца с ним была ссора и тот вызвал отца на дуэль. Вот как. Вы были правы, Садковский жив, но все это время находился на каторге по приговору военного трибунала. Вот так история. Это еще заковыристее, чем приключение монашки Агриппина и графа Пуансона. Вы почему не сообщили, что он у вас? Так я ж его и не признала. И не отпускала он у меня, пока вот барышни не пришли. Вниз идите. Там возьмут показать. Яков Платоныч! Яков Платоныч! Ушел! Господи! Да не волнуйтесь вы. Дом ваш под охраной. Главное, чтобы батюшка ваш вёл себя благоразумно. О чем говорили, Садковский? Я пыталась его уговорить, чтобы не было этой дуэли. Но он не преклонен. А еще он сказал, что все закончится там, где началось. Давай. Утроим! Кimy! КИКИ! КИКИ! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кто это? Кто это вышел сейчас? Такой управляющий ваш. Какой управляющий? Нет у нас никакого управляющего. Немедленно позовите господина Штольмана. Слушаюсь. Нелепость какая-то. Дуэль? Ну, а где же они встречаются? Если бы я знала. Не можем же мы наугад прочесывать все окрестные леса. Господа, Яков Платоныч, посмотрите, что я нашел. Но, к сожалению, Виктор Иванович не оставил нам шанса прочесть. Я знаю, где они. Поехали. Я с вами. А я думал, ты не приделаешь. Последний раз ты пытался улизтать. Вот! В прошлый раз нам помешали обстоятельства. Хватит болтать. Хватит болтать. Я согласен! Класс! Сотовки, против таблю! С противоположением, Пежаре! Сотовки, против таблю! С противоположением! Дайте закончить! Что-то ребятичество Виктора Дуваныч! Папа! Пап, пожалуйста! Божий тебя! Вы признаете, что убили Набокина, Ишутина и Дубова? Да, да, признаю. Убил. И еще раньше должны были умереть. В бою набежали. Это вы на каторге пришли к таким воззрениям? Да нет, раньше. На войне. Мы все должны были умереть в этой засаде. Вы были ранены? Да. Было. Меня выхотел из Сеновка. А потом пришли наши, и я не смог объяснить, почему я полгода провел там. И меня арестовали за дезертирство. Да к тому же сыграл Рой рапорт, написанный господином Мироновым на меня. Какой рапорт? Я тогда написал рапорт по поводу бегства поручика Садковского из Дозора. Теперь я понимаю, что ошибался. И вы приговорили своих товарищей к смерти за трусость. А сами себе, значит, назначили амнистию? Да нет, последним должен был умереть. Я? Каким образом? А, я не знаю. Может быть, с баста бросил с собой. Но зачем же вы стреляли в господина Миронова ночью? Ведь это не дуэль? А я не стрелял в господина Миронова! Ну, как не стреляли? Кто же тогда? Дубов – идиот. Думал, Миронов всех убивай, чтобы скрыть позор своего рапорта. Вот я решил обмануть судьбу и убить Виктора Ивановича. Господин Штольман, я беру на себя обязанности по защите интересов господина Садковского. Ваше право. Уводите. Виктор Иванович, мы не закончили! Виктор Иванович, я беру на себя. Виктор Иванович, я беру на себя. Виктор Иванович, я тогда убежала, не попрощавшись. Слово вымолвить не могла. Я так вам благодарна. Вы спасли моего отца. Ну, это неизвестно. Это же была дуэль. Да, но если бы отец убил противника… Это было бы более предпочтительно. Но вы, конечно, правы. Благополучным такой исход трудно было бы назвать. В любом случае, ваше вмешательство было спасительным. А как вы догадались, что дуэль будет именно там? Слова Садковского, помните? Все закончится там, где и началось. В военном архиве я узнал, что их батальон перед отправкой на фронт проходил сборы именно в том месте, на поле у казачьего яра. Но и логически рассуждая, там они и должны были встретиться в последней схватке. Какое счастье, что вы обладаете этим даром. Это у вас дар, Анна Викторовна. А у нас… Полицейская рутенька. Не скромничайте. Вы очень проницательны и… Оставьте. Как у ваш батюшка? Слава Богу. Рука заживает. Передавайте поклон семье. Да, конечно. Всего доброго. Всего доброго. Кто? 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 Как хорошо здесь. Вы позволите? Да. Я люблю это место. А я знала, что я вас здесь найду. А мы знакомы? Нет? Но Якоб мне многое о вас рассказывал. Не удивляйтесь. Мы с Якобом давние друзья. Я очень рада, что вы здесь поддерживаете его, стали ему другом. И мы сейчас нелегко. Ваши способности удивляют его, восхищают его. Пригласите как-нибудь на ваш спиритический сеанс. Я не даю публичных сеансов. Отчего же? Если вам нужна помощь в организации, я знаю многих медиумов Санкт-Петербурга. Вообще, у меня обширные связи. Я правда не понимаю. Давайте дружить. – Так вы… – Что я? Простите, мне пора. До свидания, Анна. – Все в порядке, сударыня? – Все хорошо. Я сегодня уезжаю, императрица не терпит моего длительного отсутствия. Ну, а вы оставайтесь. Приглядитесь здесь за Якобом. Не хочу, чтобы он забеспокоился. Пусть думает, что он здесь никому не нужен. Трогай. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова